Нормально, я смотрю, с кадриллах маты. Сильно? Нормально. Всем привет! Вы, Катяна, на канале Семен на Чемоданах. С вами я, Славян, Настенька. Сегодня в этом выпуске мы расскажем и подведем итоги двух месяцев Турции. Именно сегодня, 27 ноября и ровно два месяца, как мы здесь. Мы написали себе некий такой небольшой конспект, какие темы затронуть, они будут не развернуты, вкратце. Если вас какая-то тема интересует, пишите в комментариях, мы обязательно снимем полноценный видеоролик. В общем, лайки ставьте, пишите комментарии, вопросы и погнали! И первое, с чего хочется начать, сказать о том, что мы путешествуем по Турции на машине, заехали сюда на машине, на российских номерах, купили страховку за 60 баксов и отправились в путь. Если вы путешествуете на машине, у вас будет главный вопрос первый, это сколько стоит бензин в Турции? Топливо. Бензин или дизель, да, у нас дизель в нашем случае. Цены здесь на топливо скачут, мы заезжали, был по-моему 23 лиры, потом как-то за месяц выросло почти до 28 лир, сейчас цена 24.23, по курсу 3,5. Мы как заехали, он был 3,5, так и держится 3,5, ну плюс-минус там пару копеек. Ну да, Лира стабильна. Лира стабильна 3,5. Пока она стабильна. Что касается автосервиса, ведь многие наверняка боятся ехать, а где чинить машины, здесь тоже с этим все просто, здесь существуют огромные территории, такие гектары, куда ты заезжаешь, и стоят автосервис, 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 еще на монтаж, аккумулятор, запчасти, туда заехал и выбираешь, где тебе чиниться. Мы тоже проходили здесь ТО, ставили оригинальные запчасти, получилось достаточно дешево. Мы отдали с оригинальными запчастями, с маслом всего лишь 7000 рублей на наши деньги. Выпуск тоже есть, можете его глянуть. В общем, если хотите отправиться в Турцию на машине, то не переживайте, здесь все с этим комфортно. Да, топливо подороже, но оно качественней, запчасти дешевле. Учитывая, что мы путешествуем на машине, мы останавливаемся в диких местах, например, там в горах, например, возле пляжа, но помимо этого существуют еще и кемпинги. Кемпинги немножко опустим. Что касается диких мест, почти везде, куда бы ты ни приехал, есть вода. То есть есть кран, где ты можешь набрать как питьевую воду, так и техническую воду. Плюс нет никаких проблем со сливом туалета, потому что туалеты здесь бесплатные на каждом углу. Ну и, собственно, полно стоянок, где ты можешь просто переночевать. А что касается кемпингов, то кемпинги в Турции, ну, они очень классные, крутые. Ты платишь от 80 до 300 лир, все зависит от кемпинга, где он находится. Это расположение. Расположение. И у тебя там есть все. От места, где ты будешь стоять, до аквапарков. В некоторых кемпингах есть прям аквапарк, который уже включен в стоимость. Стиралки, душ, горячий, холодный, все это есть. В огромном количестве кемпингов мы останавливались и показывали эти обзоры. Вы тоже все обязательно посмотрите. Это прям такой сериал у нас за два месяца получился. Даже если у вас просто машина и есть палатка, то поверьте, даже в палаточке вам будет останавливаться в кемпингах очень комфортно. Учитывая, что до середины ноября точно нами проверено, вы можете спокойно, комфортно спать, не замерзая. Достаточно тепло. Мирошка проснулся. Пришлось перерывать. Следующий момент, который мы бы хотели пообсудить, это, конечно же, жилье. Первый раз в Турции мы снимали жилье. В Мерсине. Так как мы вообще в целом жили только в кемпингах и путешествуем на машине, мы жилье снимали единожды, когда у нас приболел немножко старший сын, и нам нужно было время, чтобы он поправился. Мы сняли квартиру на несколько дней в Мерсине, и тогда мы осознали, насколько проблематично сейчас россиянам с русскими картами пользоваться сервисами, которые ушли из России. Сложность, потому что оплату не принимают. Да, карты не приходят. Но есть ссылочки в описании тех сервисов, которые работают, и вы можете ими пользоваться. Обязательно туда ныряйте, если вам это нужно. А вообще, в целом, как сейчас снять квартиру, как общаться, где смотреть, как выходить на наличную плату и так далее и тому подобное. Если вам нужен такой выпуск, мы его подробно отснимем, и будет такой полноценный выпуск. Если нужно, также напишите в комментариях. Ну, в целом, с квартирами задница. Но эту задницу можно обходить. Из пункта аренды жилья вытекает следующий пункт. Это деньги. Как только мы заехали в Турцию, мы еще могли пользоваться картой. Снимали тысячи лир с одной карты. В сутки можно было снять. Но гайки закрутились. В итоге отменили все. Карты больше никаких российских банков не работают. И начались сложности. И нам нужно было привыкать к новым реалям. Во-первых, это кэш. Ты можешь таскаться с кэшем постоянно. Нужно было ходить постоянно на почту, обналичивать это очереди. Не всегда есть деньги. Особенно в популярных городах-курортах, где много сейчас русских туристов, там гораздо сложнее получить деньги, потому что деньги быстро все разбирают. И люди стоят по несколько часов в очереди и, бывает, ждут по несколько дней. Но в целом, если вы готовы ждать, то обналичивать денежные средства в любом случае можно. Ну, не с небольшим геморроем. Поэтому этот вопрос мы тоже решили. Про кэш поговорили, про карты поговорили. И здесь еще следующий вопрос про открытие карт. Мы когда тоже только заехали, когда вот закрыли вообще российские карты, мы такие подумали, блин, наверное, надо открывать турецкий счет, турецкую карту и пользоваться. Ну, как бы все про это говорили, все кричали. Мы заинтересовались этим вопросом. Но, учитывая, что какие-то нереальные условия, ну, то есть, там, 5 тысяч долларов депозит, 10 тысяч долларов депозит, либо 1000 долларов прямо сейчас платите за открытие счета. Короче, условия какие-то адские. Естественно, мы забили на всю эту историю и просто продолжили путешествовать, заезжая раз в неделю на почту, получая кэш. И нам этого было достаточно. Но мысль о том, что получить карту, конечно же, она оставалась. И скажу больше, что мы открыли счет в турецком банке и получили карту. Но об этом вы подробно увидите в видеоролике в следующем. Обязательно смотрите. И кто не подписан, подписывайтесь на колокольчик, нажимайте, чтобы этот выпуск не пропустить. Следующий пункт, это же, конечно, цены и еда. Вообще, я всегда веду учет наших расходов, потому что нам важно знать, на какие категории у нас больше всего уходит денег. Где-то их, возможно, нужно будет сократить в дальнейшем, где-то, наоборот, увеличить. Поэтому еда и кафе, ну, это такая одна категория, то, что мы съедаем, грубо говоря. В среднем на еду вместе с кафе мы тратим 50 тысяч рублей на нашу семью. У нас 5 человек, семья, мы, родители, двое взрослых и трое маленьких детей. Сюда входит, конечно, и мороженое, и какие-то кафешки, какие-то сладости. Ну, то есть все, что мы съедаем. Тут про еду, можно сказать так, что в том году цены были примерно в полтора-два раза дешевле, но лиры было выше. Сейчас лира упала, и цены в два-полтора раза подорожались. Только не надо писать, что вот, посмотрите на местных, каким. Мы не местные, и мы судим чисто по себе, как мы зарабатываем в рублях, иногда в долларах. И по тем, кто приезжает, так скажем, да. Да, поэтому эти комментарии сразу исключайте, не нужны они. Ну, и, конечно, здесь овощи и фрукты, они в большом ассортименте, они дешевые. И лично нам это, конечно, плюс. Мясо здесь тоже вкусное. Следующий пункт – это связь. На связь у нас ушло огромное количество денег, потому что сколько? А точнее, 12 тысяч рублей за два месяца. А, за два месяца? За два месяца, да. За два месяца. Потому что мы используем очень много трафика, мы постоянно грузим видосы, что-то скачиваем, что-то смотрим. Постоянно пополняем интернет именно. Да, и плюс мы на протяжении почти двух месяцев мы были в дороге, и интернет всегда нужен. Мы, когда заехали, сначала купили одну симку Turkcell, это самый быстрый интернет, а потом взяли Настенке попробовать Turkcell. Он чуть-чуть подешевле, интернет чуть послабее, там дается чуть побольше гигабайт, поэтому мы взяли два разнообразных. В том году мы покупали Vodafone, в этом году пробуем другие. Конечно же, сейчас, наверное, полетят вопросы, кто впервые нас увидел. О, подождите, вы два месяца здесь, а как же в ВНЖ? Ведь находиться в Турции без ВНЖ вы можете только 60 дней, потом выехать, заехать, и еще находиться 30. Так вот, выезжать, заезжать мы не хотим, поэтому мы подали документы на ВНЖ. Это можете посмотреть вот в этом видеоролике, мы там все подробно рассказали, куда ходили, что делали, что сколько стоит. Зазыгрываться на этом не будем, но в целом, что говорят про ВНЖ, что существуют закрытые районы, есть открытые районы. Если хотите долго получать, идите в крупные города, такие как Анталия, Алания, там долго будете получать. Если хотите, по-быстрому, без каких-либо геморроев, без каких-то сумасшедших оплат на 30 лет вперед, там какую-то квартиру оплачивать и так далее и тому подобное, без каких-то сумасшедших на круг, то рассматривайте города поменьше. Кто-то может сказать, да вот, я же боюсь, я там буду один или одна, только русскоговорящий, буду там кругом турки. Нет, ребят, сейчас в Турции все изменилось, сейчас в любой город вы приезжаете, и везде русская речь. Даже в тех городах, где русских не было вообще. Раньше не было, да. Сейчас их там очень много. Сейчас вот мы проехали все побережье Черного моря, побережье Средиземного, и уже, можно сказать, практически все егейско. Везде, в каждом городе, где бы мы ни останавливались, на каких детских площадках, магазинах мы не были, везде есть русскоговорящие люди. Везде есть группы, везде организовывают кружки для детей, кто-то садик уже организовывает и так далее и тому подобное. Как будет продолжаться дальше история с ВНЖ, мы не можем сказать, но мы подали, в конце декабря у нас будет рандеву. Вот, собственно, это коротко про ВНЖ. Подробнее в выпуске смотрите. Пока мы здесь путешествуем, многие писали, вот, вы там в машине, сейчас уже ночью холодный, как же вы купаетесь, вода холодная. И мы как бы такие, типа, блин, ребята, это Турция, это Средиземочка, и здесь тепло. Даже сейчас у нас конец ноября, 27 ноября, мы сидим в футболках, и у нас очень тепло. Вода сейчас теплая, примерно 22-23 градуса. В такой воде спокойно можно купаться. Ну да, выходить только прохладно будет, наверное. Да, потому что вода теплее, чем на улице. В целом здесь спокойный, хороший климат. И вот кто-то недавно мне писал, типа, как там зима, к чему готовиться. Готовитесь к тому, что если вы прям мерзляк, вам придется одеть куртку. Я ту зиму проходил без декабря, проходил просто в жилетке и вообще не парился. Да, когда ветряно и мороси дождик, можно даже шапочку приодеть. В целом погода очень крутая. Зима не такая, как зима, конечно, у нас на юге даже. Да, даже теплее, гораздо теплее, чем у нас на юге. А учитывая, что мы зимовали в Сочи, мы точно знаем, о чем мы говорим. Продолжение следует... Кто ищет, тот всегда найдет. Кто захочет как-то где-то найти лазейку, тот тоже найдет. И кто захочет решить вопрос, он, конечно же, решит. И те, кто говорят, что невозможно сейчас там снять в Турции жилье, там без каких-то платежей здоровых, ну, возможно. Просто нужно смотреть, искать и пробовать. И, как говорится, не лениться. И, как говорится, у страха глаза велики. Вот такие итоги. Все хорошо, вот сейчас пошел дождик, и нужно убегать монтировать этот видеоролик. Как вам такой формат, пишите в комментариях. Есть вопросы, обязательно тоже их напишите. Все, пока. Все, пока.